Продолжение следует... 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 И, безусловно, тут нужно и к культурологии обращаться, и к истории, то есть на самом деле это и к ботанике, то есть это целый комплекс, может быть, дисциплин задействован, который раскрывает вот это одно явление. Что же такое язык цветов? Да, и семиотика тоже нам здесь может понадобиться. Язык цветов – это система знаков, где роль слов, словосочетаний и даже предложений выполняют цветы, листья, плоды растений и сочетание вот этих самых цветов, листьев, плодов, саморазнообразное сочетание. Языку цветов посвящено очень много книг, и очень часто, практически всегда эти книги начинаются неким предисловием, где рассказывается, что такое язык цветов. Вот одна из книг была написана такой дамой по имени Мадам Ленове. Имя ее, так сказать, нигде не отразилось, особенно в книге. И вот Мадам Ленове, выпустившая очень популярную книгу по языку цветов, писала в таком предисловии, что при помощи цветов можно выражать чувство дружбы, благодарности, любви к родителям и детям, так как язык цветов как средство общения между людьми относится почти исключительно к области любви и дружбы. Она абсолютно не ошибалась, собственно, вся ее книга является как бы развитием вот этого тезиса, но и ни одна она так считала. Вот ее, она сама француженка, ее английский коллега Фредерик Шоберль тоже писал о том же, в разнообразной красоте словаря из цветов есть и нежность, и страсть, и головокружительная радость. То есть вот действительно то, так сказать, вот они оба описывали некую сферу эмоций, которые сопровождают чувство любви, дружбы и, как это ни странно, чувства противоположные и любви и дружбы. И, так сказать, и те, и другие эмоции можно выражать языком цветов. Вот эти разные элементы языка цветов были соединены в единую довольно стройную систему, способную к дальнейшему развитию. Вообще язык цветов воспринимался как аналог естественных языков. И надо сказать, что само явление языка цветов, как явление язык цветов, как явление, возник, видимо, на рубеже XVIII и XIX века. Ну и первые книги по языку цветов как раз в начале XIX века, в первых десятилетиях XIX века и появились. Что же, так сказать, подтолкнуло европейцев к созданию языка цветов? Ну, с одной стороны, конец XVIII века, вы все знаете, сентиментализм, который, так сказать, отмечен вниманием к внутреннему миру человека, это в любом учебнике написано. И, стало быть, вот эти эмоции, которые может испытывать человек, нужно было как-то передавать. Другая причина, которая побудила, так сказать, европейцев создавать язык цветов, очень забавна и неевна. Дело в том, что весь XVIII век производились попытки создать единый язык, понятный всему человечеству, идеальный язык. И действительно были самые разные попытки, в основном во Франции. И вот язык цветов, как система, которую может понять любой человек, какой бы у него родной язык ни был, вот он тоже встраивается в эту череду изобретаемых языков. Ну, а вообще эта проблема по необходимости создать единый язык восходит к Средним векам. И, так сказать, основой, или, так сказать, точкой отчета этой проблемы является библейское предание о Вавилонской башне. Если когда-то при строительстве башни все человечество разделилось на языки, то совсем неплохо, как считали уже европейцы XVIII века, обратно, так сказать, в эпоху просвещения всех собрать. И вот наш язык цветов-то тоже, так сказать, возник именно в это время. Ну, и поскольку создатели его думали о едином языке для всех, естественно, они создавали язык, который мог бы быть аналогом естественных языков. И процессы в этом языке на самом деле тоже таковы, каковы они есть и в естественных языках. Например, вот в предисловиях рассыпано упоминание о том, что язык цветов, его словарный запас развивается за счет заимствований и новых слов. Ну, это значит как? Значит, в ту страну, где жил автор данного утверждения, ботанические экспедиции привозят какие-то новые цветы. Садовники их акклиматизируют, и эти цветы со своими названиями попадают в язык цветов. Им надо придумывать какие-то новые, так сказать, им надо придумывать значения. Вот у нас, так сказать, либо новое слово, либо заимствование. Вот как мы хотим, так мы можем это прибавление к языку цветов и рассматривать. Значения в языке цветов достаточно устойчивы. То есть вот есть какой-нибудь, если растению придается какое-то значение, его нельзя менять произвольно. Вот тут может быть очень хорошим примером олива. Ну, олива вообще относится к, так сказать, ядру европейского языка цветов. Она одной из первых, так сказать, вошла в язык цветов. И всегда, еще в античные времена, олива значила мир. С течением времени, так сказать, у олива появились и другие значения, но значение мир от нее не девается никуда на протяжении всей истории языка цветов. Но не только у нас есть заимствование, когда, допустим, нам какую-нибудь редкую орхидею привозят, скажем так, с берегов Амазонки, но и свои родные цветы, как настоящие слова, значения свои развивают. То есть, допустим, есть какое-то основное значение, а потом от него как бы отпочковываются новые значения, и это тоже зафиксировано вот в этих самых введениях. Причем выбор значения, естественно, регулируется составителем той или иной книжечки. Вот, допустим, Генри Филлипс, который составил первую английскую книгу о языке цветов, считал, что надо, рассмотрев все возможные значения, но это значит, что в 1925 году, когда эта книга вышла, уже была у разных растений разное количество значений, нужно, по мнению Генри Филлипса, выбирать самые древние значения, оно самое правильное. Но чем дальше в 19 веке развивалась вот эта вот традиция языков цветов, тем больше образовывалось вот этих свободных значений, контекст, значений, и уже другие авторы считали, что нужно просто проверять эти значения. Вот и если эти значения, так сказать, просто выдерживают проверку, надо их все через запятую в словарь цветов помещать. Ну, надо сказать, что цветы в языке цветов работали как египетские иероглифы или китайские иероглифы. То есть мы не можем из цветов составить слово, но из цветов мы можем составить предложение. И вот сейчас вот эта вот картиночка, надеюсь, что она вам хорошо видна. Это франтиспис, вот книги той самой «Мадам Леневе». Здесь вы видите три предложения, они очень мелко написаны, я вам просто не стала их расшифровывать, но потом я вам покажу какие-то такие предложения. Но вот каждое из этих растений значит какое-то определенное слово, и расположив их в порядке, мы можем предложение и составить. То есть у языка цветов есть и грамматика, и знаки припинания, как и в любом обычном языке. Во многих руководствах по языку цветов даже какие-то краткие правила грамматики приводятся. Ну, например, цветок, стоящий прямо, выражает совершенно определенную мысль. Например, бутон розы с шипами и листьями, которые мы держим прямо, означает «Я страшусь, но надеюсь». Перевернутый этот же бутон может означать «Тебе не стоит ни страшиться, ни надеяться». Если мы обломаем шипы и оставим одни листья и бутончик, то мы получаем еще одно предложение. Можно надеяться на все. А если мы и листья обдерем с этой тоненькой веточки и оставим только бутон, то такое послание может означать «Должно страшиться всего». Причем забавно, что, ну, это я тоже вам пересказываю руководство, значит, предложения, которые можно было строить при помощи языка цветов, были от первого лица, обращенные ко второму лицу, и, соответственно, третье лицо там вполне могло быть. Чаще всего было это самое третье лицо. Ну, опять же, как писали составители этих самых руководств, если вы наклоняете свой цветок вправо, то это значит, вы своим посланием обращаетесь к кому-то от первого лица. Если влево, то, соответственно, это уже обращение ко второму лицу. Ну, вот тут уже возникает вопрос, а право и лево относительно кого? Относительно себя или собеседника? Ну, тут уже никто ничего, так сказать, никакой автор вот этого как раз не объясняет, что брать за точку отсчета. Ну, и, конечно, есть и своя пунктуация, как я вам говорила. Одна из первых книг, выпущенных о языке цветов, собственно говоря, самая первая книга, выпущенная о языке цветов как искусственном выдуманном языке. Автор ее Далашене знаменитый. объясняет нам, что пчелы обозначали кавычки, стрекозо-вопросительные знаки, мотыльки-точки. И выбор растений в букете, естественно, с нужными знаками припинания мог позволить выразить довольно длинную мысль. А вот очень интересный кадр хотела вам показать. Книжечка 1816 года, опять же, одна из первых книг по языку цветов. И вы видите здесь крылышки и бабочки. Бабочки этой вот по 200 с хвостиком лет. Вот так вот эта бабочка тут и хранилась. Уже в самых первых книгах, посвященных языку цветов, можно найти рекомендации по составлению говорящих букетов. Вот в том же 16-м году в городе Шалон-на-Марне, вот та книжка, которая вам показана, издана в Леоне, а в этом же году, но в Шалоне-на-Марне, была издана книжечкой некой Эжени Гойе. И вот она, например, предлагает такой букет со значением признания. Этот букет можно составить следующим образом. Ветка смоковницы, соединенная с вербенной, чтобы обозначить благодарность и чистоту чувств. Стебель льняного цветка объявит, что сердце чувствует все, что подобает в этом случае. Ну, то есть там любовь, нежность и так далее. Герань вызовет безупречное уважение. Римская ромашка нужна, чтобы обозначить, что человек желает стать достойным чувств, которые к нему испытывают. Маленькие цветки незабудки выражают опасение быть забытым. Чтобы украсить этот букет, мы могли бы добавить гвоздики и розы. Вот интересно, что Эжени Гойе перечисляет много-много растений. Я даже немножечко подсократила этот букет. И к каждому растению она дает его значение. А гвоздикам и розам она ничего не дает. И это, опять же, очень естественно, потому что и гвоздики, и розы входили вот в это ядро европейского, общеевропейского языка цветов. Красные гвоздики, красные розы как раз и означали любовь. А все остальные цветы, которые Эжени Гойе предлагает, прибавить, они как бы вот такое дополнение развития темы любви. Возникает вопрос, каковы у нас источники такого странного, но привлекательного явления. Дело в том, что во всех культурах, во все эпохи, исторические эпохи, конечно, растениям придавались какие-то значения. И те значения, которые придавались растениям в эпоху античности, потом перешли, были восприняты вместе с античной системой образования средневековой школой, там тоже учили самые различные цветы и их значения. И вот эти значения потом перешли уже в эмблематику европейскую. И так потихонечку, так сказать, этот комплекс значений, меняясь, все-таки дошел до того времени, когда из этих разрозненных деталей был собран язык цветов. Причем интересно, что античная мифология, так сказать, дала огромное количество значений цветов, которые образовали вот это то самое ядро языка цветов, которое я вот тут время от времени вспоминаю. То есть это те значения и те цветы, которые можно найти во всех традициях языка цветов. А вот очень интересно, что и средние века кое-что дали. Потому что, допустим, именно в средние века лилия стала символизировать Богородицу Пресвятую. И, соответственно, это значение стало связано с лилией, именно с белой лилией, вот, так сказать, в течение всей истории языка цветов. А с другой стороны, в средневековых рыцарских романах любовные объяснения, вообще какие-то любовные сцены бывали на фоне орешника. И вот из французских рыцарских романов этот орешник попал во французский язык цветов. И даже если он не всегда отражается в словарях, вот этот орешник, в текстах мы вполне можем увидеть, как, допустим, пастушок и пастушка в ореховых кустах там как-то о чем-то разговаривают. Ну, ясно, по той растительности, на фоне которой они разговаривают, читателю сразу становилось ясно, о чем речь идет. Так что вот и средневековье тоже что-то языку цветов дало. Но вот возникает вопрос, что же могло сделать язык цветов, так сказать, вывести его из области теории языка. Ну, в общем-то, женщины мало занимались наукой, практически не занимались наукой, поэтому теория языка была как бы удел мужчин. И вдруг из области теории языка язык цветов попадает в салон, в, так сказать, прекрасном даме. Вот одна из, один из таких вот обычных источников, которые называют все, кто как-то с языком цветов связан, это письма из путешествий леди Мэри Уортли-Монтагю. Леди Мэри была женой британского посла в Турции и достаточно долго в Турции прожила. С 1718 по 1724 год. И вот за эти шесть лет она очень хорошо Турцию узнала. И вот она в одном из писем к подруге описывает турецкую игру селам. Ну, селам с, так сказать, турецкого или там, я не знаю, с каких-то других языков той же языковой семьи. Салям, да, это вот приветствие. И вот что пишет леди Мэри для своей подруги. Я достала для вас, как вы желаете, турецкое любовное письмо, которое я поместила в маленькую коробочку. Буквальный перевод письма таков. Первый предмет, который тебе следует вынуть из мешочка, будет маленькая жемчужина. Так, вот, вот, значит, которая по-турецки называется инги. Ее следует понимать таким образом. Ну, простите, я уж не буду читать по-турецки. Жемчужина прекраснейшая из дев. Но вы видите, что само это слово инги и вот это последнее слово строки рифмуются. И вот кроме вот этого обращения жемчужины в мешочке находились еще разные предметы. Цветы нарцисс и роза, плоды, груша, виноград, соломинка, пряности, корица и перец, кусочки бумаги и ткань, золотая нитка, шелковая нитка. И вот еще разные какие-то такие странные вещи совершенно нерастительного характера, можно сказать. Вот. И интересно, что каждому предмету вот соответствовал такой небольшой стихотворенице, максимум из двух строк. И сам предмет, который мы могли бы вынуть из мешочка, он должен был сразу нас заставить вспомнить текст. И вот как бы по памяти барышня, получившая такую коробочку, вынимая всякие оттуда предметы, сама себе составляла в своем, так сказать, собственном воображении письмо, которое ей прислали. Потому что игра в том и состояла, что был определенный набор предметов, к которым вот как бы нужно было помнить стихи. И, как писала леди Мэри, вы видите, что это письмо состоит целиком из стихов. И, уверяю вас, в их выборе видна столь же великая прихотливость, сколь и в наиболее изысканных выражениях наших писем. Я уверена, что для этого сочинен миллион стихов. Нет ни цветка, ни травинки, ни плода, ни пряности, ни даже перышка, с которым бы не было связано стихотворение. И можно ссориться, упрекать или посылать любовные, дружеские, светские письма. Даже новости, ни разу не испачкав пальцы в чернилах. Надо сказать, что когда в 60-х годах 18 века письма леди Мэри были опубликованы, ну, как бы они очень легко вошли в европейскую культуру. И селам был очень легко принят. Почему? Дело в том, что вот я недаром упоминала эмблематическую европейскую традицию эмблематики. В каждой эмблеме, кроме картинки и девиза, был обязателен текстик, желательно стихотворный, небольшой. И вот эти небольшие текстики как бы подготовили европейское общество к принятию и вот этих восточных, восточной игры и восточных стихов. Ну, поскольку можно было найти аналогию в собственной культуре. Ну, и вот сейчас, сейчас, сейчас. Вот, допустим, на самом деле вот эти записи стихов и немцами делались, и французами, и переводчики либо старались сохранить размер, либо старались сохранить рифм. Ну, и вот такой вот пример. Опять же, по-турецки не читаю. Гиацинт означает мы оба соловьи, то есть и гиацинт грустный, и поэт грустный. И существует у этого турецкого выражения в руководстве, в одном из руководств по языку цветов два перевода, французский и немецкий. Ну, тут переводы мои, но я постаралась сохранить рифму. Мы свой плач издаем вместе с соловьем, сладка мне жалоба соловья, стихать, сердечная боль моя. Ну, вот немцы даже и тоже сохранили рифму, ну, а французы сохранили, как бы вот постарались передать стихотворный ритм. Ну, и как язык цветов распространялся? На самом деле, при том, что леди Мэри, так сказать, англичанка, первые книги по языку цветов появились во Франции, как я уже говорила, вообще первая книга это вот тот самый Делашене, который написал книгу об искусственном языке на самом деле, и словарь языка цветов это просто приложение в 10 страниц. Ну, собственно, все за этот словарь на самом деле и уцепились, все читательницы. Вот. Очень быстро эта книга вышла в 11-м году и следующие книги вот стали выходить в 16-м году. Вот книга Жени Гойе, еще поэма Молево о четырех временах года тоже с большим словарем цветов и книга автора, который под разными именами известен, в основном это Шарлотт де Ля Тур, и эта книга просто называлась «Язык цветов». И она была настолько удачна, потому что она состояла как бы и из словаря языка цветов, и из самих рассказов об этих цветах, что эту книгу быстро стали переводить на разные языки. Вот в 19-м году эта книга впервые вышла, в 20-м ее уже перевели в Германию. Надо сказать, что в Германии как раз была богатейшая эмблематическая традиция, на самом деле последняя книга немецких эмблем вышла в 1888 году, то есть уже конец 19-го века, а там все еще вот эмблематика цвела. И вот эта французская традиция, придя на немецкую почву, с ней смешалась. И немцы своего совершенно не забыли, но обогатили свою традицию вот всякими французскими значениями. Из Франции и на запад пошел «Язык цветов» в Англию, где он был принят с восторгом, потому что предпосылки к этому уже были. Дело в том, что если мы посмотрим те же пьесы Шекспира, самый красноречивый пример – это «Гамлет». Если вспомнить знаменитую сцену, когда безумная Офелия с пучком цветов приходит в королевский дворец и говорит, что какой цветок обозначает. Вот у Шекспира очень много упоминается цветов, и из контекста можно представить, что они значили. Ну и в 17 веке тоже писались такие стихотворения о цветах, и, соответственно, в этих стихотворениях рассматривались значения этих, эмблематические значения цветов. Ну, а понятно, что из Англии все это дело попало в Америку, и там тоже очень пришлось ко двору. Если мы вернемся обратно на восток, в Германию, то из Германии язык цветов пошел на север, в Скандинавию, и можно там прям по словарям цветов увидеть, какие именно книги дали в Скандинавии скандинавский язык цветов. Ну, а если говорить о России, то для нее все традиции языка цветов были равны. Вот мы приняли все книги по языку цветов как бы равно, и, соответственно, к ним обращались тоже совершенно равно, но у нас, конечно, преобладала немецкая и французская традиции, английской было не так много, и книги, переведенные с английского языка у нас появились где-то уже в середине XIX века, была такая книжечка «Язык цветов» 1849 года, вот по ней сразу видно, что автор читал Генри Филлипса, про которого я вам уже говорила, ну, а до этого переводились немецкие и французские книжки. Когда у нас собственно началось, так сказать, когда у нас собственно началась, начался наш язык цветов, можно сказать, было положено ему начало, в поэзии Антиоха Кантемира, сейчас я попробую сдвинуть, чтобы дата была видна, дата 1944 год смерти, вот он первым как бы обозначил для русского языка цветов, то европейское ядро, которое восходит еще к античности, это виноград, дуб, лавр, ландыш, мирт, олива, роза или шиповник, трилистник, фиалка, вот эти все значения, эти все цветы можно найти в его поэзии, ну а после естественно французский язык цветов потихонечку приходил с художественной литературой, а уже после войны 12-го года, когда наши войска вернулись из Парижа, вот тогда и французские книги просто хлынули в Россию, вот одна из, так сказать, свидетельниц того, как французские книги были приняты в России, Анна Александровна Ленина, она как раз в свои альбомы переписывала язык цветов Де Ла Шене, и вот если вы посмотрите на ее портрет, у нее в волосах, в прическе розовая роза, так называемая роза столистная, которая на языке цветов значит красавица. И надо сказать, что если вы посмотрите портреты этого времени, у очень многих дам, и не только этого времени, но и всего 19 века, у очень многих дам в волосах или на платье именно раскрывшиеся розы, комплимент дамам, можно сказать. Надо сказать, что кроме, вот как я говорила, кроме английской и французской традиции, мы еще знали традицию немецкую, и вот Дмитрий Петрович Азнабишин, автор первой книги по языку цветов, которая была издана на русском языке, но эта книга на две трети немецкая, то есть на самом деле Азнабишин взял маленькую немецкую книгу язык цветов или значение цветов в восточной манере, которая много лет издавалась подряд в Германии и в журналах и отдельными изданиями, и он ее переработал. Две трети это адаптированные, так сказать, к русской культуре немецкие значения, и треть Азнабишин придумал сам. Вот там уже наши родные цветы, наши русские цветы, которым он нашел или выдумал собственные значения. Собственно говоря, Азнабишин не был первым человеком, который эти значения, так сказать, который создавал русский язык цветов, хотя он был первым человеком, который создал вот такой логично выстроенный словарь. Один из первых людей, мы сегодня, надеюсь, нам хватит времени о нем поговорить, это Петр Андреевич Вяземский. Надо сказать, что язык цветов попал в дамские гостиные, потому что считалось, что женщины, это еще Руссо утвердал, женщины гораздо глупее мужчин, и их ничему особенно учить нельзя и не нужно, они просто не усвоят никаких знаний, но единственные знания, которые они могут усвоить, это знания ботанические. И считалось, что если маленькая девочка вот собирает цветы, делает гербарий, она при помощи окружающей ее природы познает себя. Ну, что-то звать, слава богу, хотя бы это женщинам разрешили. И действительно XIX век увидел огромный интерес женщин в ботанике и огромное количество рисунков цветов. Вот я вам покажу сейчас прелестную совершенно женщину Эдит Холден, но она правда жила гораздо позже, чем начало XIX века, но она прославилась, она прекрасная художница, прославилась на вот такой своей книжечкой «Сельский дневник Эдвардианской дамы». Ну, название, конечно, не она дала, а издатели, но что это за дневник? Эдит, живя в сельской местности, часто ходила на прогулки, собирала цветы, их зарисовывала и к рисункам подписывала сведения о цветах какие-то, которые она знала, ну и какие-то народные приметы с ними связаны, какие-то стихи, то есть это у нее получилось не научное издание, но удивительно красивое, вот, например, заставка начала месяца сентябрь или заставка марта, вот, а вот такая страничка, где вот этой картинке соответственно вот эта вот большая запись, ну а смысл этой записи в том, что Эдит вместе со своей подругой пошла на долгую прогулку, так сказать, в окрестностях поместья, где она жила, и вот там-то они устроили пикник под высокими растениями, выше человеческого роста, могла быть, на перстянка, и вот это вот белые розы, там же они около места, где они позавтракали, на природе, вот она увидела, и вернувшись домой, она, собственно, записала в своем дневнике отчет о прогулке и зарисовала цветы, кроме того, что вот такие вот барышни были, не все были так искусны, как Эдит Холден, но практически все барышни рисовали, вот был такой художник Пьер-Жозеф Редуте, французский художник, прославившийся именно изображениями растений. Интересно, что он не только прекрасно рисовал растения, он очень любил рисовать розы, вот эти два его рисунка я тут привела, тюльпаны и розы, роз у него огромное количество, он зарисовывал самые разные сорта, и вот в один прекрасный день в музее естественных, естественной истории в Париже он устроил что-то вроде курсов рисования, на которых он учил своих учеников рисовать цветы. И вот парижские аристократки с удовольствием ходили туда учиться рисовать эти самые цветы. Вот глядя на словари языка цветов, можно усомниться в том, что этот необычный язык использовался для общения. Ну вот допустим, если нам нужно высказать какую-то мысль, где же мы наберемся такого количества цветов. Оказывается, и в этой ситуации может быть какой-то выход. Ну, во-первых, вот в этих самых руководствах, посвященных языку цветов, были картинки, и эти картинки становились как бы таким образцом для перерисовывания. Вот, допустим, у нас такая картиночка, где изображаются ключики баранчики первоцвет и вереск. Сочетание ключиков баранчиков и вереска означало задумчивость, рожденное в единении. То есть, в принципе, письмо можно было нарисовать, а не написать. Ну, и вот по образцу таких нарисованных букетов можно было составлять свои букеты и, значит, их рисовать и посылать такие послания друзьям. Как значит, как же это, так сказать, упростилось, это, как можно было это делать? Вот смотрите, вот это альбом, 1830 год, мы видим тут изображение сада, явно тут у нас какое-то дело идет о любви, ясно, что человек читал какие-то руководства по языку цветов, он, конечно, нарисовал алтарь любви, который скорее похож на цветочный горшочек, но тут уже ничего не сделаешь, но по бокам он посадил красные цветы, видимо, это розы, которые именно символ этой пламенной любви. Вот таким образом можно было использовать любое руководство по языку цветов. Ну, а в 1869 году были запретены открытки, открытые письма, почтовые карточки, в оформлении которых использовали цветы, пожалуй, самый известный цветок это роза. Вот сочетание белой и красной розы означало пламедную любовь. Собственно, человек мог ничего не писать на своей открытке, просто написать адрес, какой-то Эдит Динсберг послал на это письмо, значит, вот тот, кто посылал письмо, он, сказать, прямо ей в своих горячих чувствах и признавался. Ну, естественно, если у нас был ген Святого Валентина, то там, где рисовали сердечко и розу тоже со значением любовь рисовали. Ну, кроме роз, очень часто можно было увидеть незабудки и ландыши, незабудки со значением, естественно, не забудь меня или помни обо мне, а ландыши со значением возвращения счастья. Ну, а тут, видите, даже есть и надпись, тоже составленная из цветов. Вот, очень забавная еще такая картиночка, которая относится ко времени Первой мировой войны. Тут мы видим и вышитые незабудки, и вышитый английский флаг, и forget me not. И интересно, что по подписи можно понять, что открытку купил солдат и отправил к какой-то своей девушке, чтобы она его не забыла. В 1847 году еще вышла книга «Одушевленные цветы» с роскошной, это как бы такой сборник истории о цветах или сказок о цветах, и были совершенно прекрасные иллюстрации Грандвиля, причем цветы изображались как женщины. Вот тут у нас лилия и сирень. И вот эти самые одушевленные цветы дали возможность создавать особый рот открыток. Вот, например, открытка с изображением флёрдоранжа. На обратной стороне нет места для текста, просто есть место для адреса. Но сам флёрдоранж апельсиновый цвет со значением щедрость, нравственная чистота мог означать и дружбу. И вот некая девушка послала эту картиночку своей подруге и здесь вот она написала «Амите Анна», то есть «Дружба Анна». То есть как бы вот на таких открытках уже само изображение было посланием. Ну вот свидетельство о том, что язык цветов использовался, так сказать, и в речи и вообще как бы вошёл в широкую культуру, массовую культуру в России существуют, хотя, конечно, они довольно забавны. Вот были такие мемуары Аркадия Францевича Кошко, долгое время был начальником московской полиции, и в мемуарах есть рассказ «Невольные помощники». Там, значит, по сюжету сам Кошко допрашивает некого свидетеля. А свидетель такой фронтоватый человек, хоть и женатый, но любит иногда прогуляться с барышней под звёздами без всяких там нехороших поползновений со своей стороны, просто, так сказать, любитель женской красоты. И вот, значит, рассказывая, так сказать, принося какое-то свидетельство по уголовному делу, этот человек вынужден рассказывать и о том, как он познакомился с некой барышней и как у них развивались отношения. И он говорит, наши взаимные чувства расцветали магнолией. Причём он в полной уверенности пребывает, что слушатель его поймёт, и читатель поймёт. Вот магнолия, такой вот почти неземной, очень изящный цветок. Незадолго до этого, до всех событий, описанных Кашко, в 1903 году в Риге вышла книжечка «Цветов язык любви», и там как раз и говорится о том, что магнолия означает «Ты образ чистейшей невинности». То есть, когда свидетель преступления говорит Кашко, что чувства к девушке и вообще их отношения развивались в магнолии, то есть, ничего предусудительного не было, они просто разговаривали о высоком. Очень забавное ещё такое свидетельство. Как раз в начале XX века в России появились вот такие открыточки. На открыточке было изображено множество цветов, столько, сколько цветов умещалось, и значения этих цветов подписывались. Так сказать, сзади такого письма было место для адреса, было место для текста, и тут остаётся значит, и значит, тот, кто посылал такое письмо, мог многое не писать, а просто написать, как вот человек, пославший это письмо, значение цветов, значение чувства от меня к вам китайской розы. То есть, нужно перевернуть открыточку, найти китайскую розу и под ней прочитать надписание. Вот на китайской розе благосклонность. На самом деле, эту открыточку я себе, так сказать, приобрела. Это была очень забавная история, потому что в день моих собственных именин, 4 августа, пришла я на почту, получила я эту открыточку, прихожу домой, разворачиваю, переворачиваю, вижу, что зачеркнуто имя, прочесть можно и читаю. Вот такой прелестный текст. Маруся, сердечно поздравляю вас с Днем Ангела и от души желаю вам всего наилучшего. Ну, сами представляете, письмо это было адресовано где-то до революции некой Маруси, и вот через сто с хвостом лет получает другая Маруся это письмо и немедленно смотрит, что же Потапов имел в виду. Ну, вот я думаю, что и первая Маруся и Ямы были довольны тем, что это благорасположение Потапова. Ну, надо сказать, что традиция выражать чувства цветами сохранилась и сейчас вот в компьютерном языке. Вот два эмодзи. Роза, так сказать, в хорошем состоянии цветущая, роза увядшая, цветок, который увял и умирает, символ исчезнувших чувств или утраченной любви, но это точно язык цветов, прям все сохраняется. Ну, а обычная роза тоже вот символ любви и каких-то романтических переживаний или даже просто благодарности. вот. Ну, и немножечко я вам расскажу о том, как язык цветов используется, можно использовать в литературе и веческих исследованиях. Вот, я вам говорила о Петре Андреевиче Вяземском, я вам его упоминала, который, к сожалению, как-то вот, на мой взгляд, он как-то все время его Пушкин затмевает, а Вяземский очень интересен на самом деле, хотя, конечно, Пушкин, солнце русской поэзии «Наше все», но Вяземского как-то забывать не стоит. У Вяземского есть очень интересное стихотворение «Цветы», оно практически неизвестно, только один раз в таком полном собрании стихотворений издательств советских писательств эти цветы промелькнули. Вот, и даже датируются эти цветы даже примерно, вот настолько неизвестное, настолько малоизвестное стихотворение. И тем не менее, Вяземский вот этим стихотворением показывает, что он совершенно внутри традиции, вот этой традиции языка цветов, потому что во всех руководствах языка цветов были стихотворения, которые как бы обобщали проблему. Ну, то есть такое стихотворение могло называться «Цветы», «Язык цветов», «Букет цветов», «Корзина цветов». То есть как бы автор рассказывал о всех цветах и что эти цветы могут значить. Ну, а потом в течение всей книги «Цветок за цветком» разбирался более подробно. «Спешите в мой прохладный сад, поклонники прелестной флоры, здесь все думанит ваши взоры, ее блистающий наряд». Вот франтиспис книжки, изданные в Леоне, вот так вот тот же Вяземский скорее всего эту книжку знал и мог видеть вот эту флору, которая летит над землей. Ну, тут дальше поскольку уж я почти свое время из, как это называется, исчерпала, я вам просто, поскольку, слава Богу, все умеют читать, я вам просто прокомментирую различные стихотворения, так сказать, различные цветы, которые Вяземский здесь употребляет. «Невинности даю лилею». Лилия – это не только символ невинности, но и как бы значение вот этой невинности развелось и если девушку сравнивали с лилей, то ей давали гораздо более точную характеристику, чем просто невинность. То есть это и чувство собственного достоинства, и благородная чистота, чистая душа, добродетель, целомудрие, то есть вот прямо такой портрет с множеством черт, а всего один цветок. Максонный приторным мужьям. Надо сказать, что приторный в словаре «Даля» это скучный, надоедливый, а мак всегда ассоциировался со сном, и значение мака от сна просто, когда ложатся и спят, развелось к сну разума, то есть глупости, ну, а сон разума развился в скуку. Вот у нас, значит, скучные мужья. Дальше у нас да, вот лирия и маг. Душистый ландыш полевой друзьям смиренным Лизой бедной, нарцисс несчастливый и бледный, красавцем занятым собой. Значит, ландыш во всех традициях языка цветов либо счастье в тишине и в тайне. так сказать, дворянин и крестьянка действительно могли счастьем только в тайне, наверное, наслаждаться. А с другой стороны, это характеристика героини. Это образ невинности и чистоты, душа чистая, как у ребенка. Ну, это вот наша бедная Лиза. Ну, а нарцисс во французской традиции это любовь к себе, тщеславие, эгоизм. Это понятно, все это восходит к тому нарциссу античному. А английская традиция языка цветов дает нам обманчивую надежду. Ну, стоит тут вспомнить, что мать Вяземского была ирландка, то есть она на этой английской традиции сама выросла и, видимо, и сына вырастила. Ну, а обманчивая надежда, конечно, ведет к ощущению себя несчастным. Вот поэтому они несчастливы, эти красавцы, занятые собой. Дальше у нас тут фиалка завел к себе талант безвестный, любовник встретит мир прелестный, спесь барскую надутый князь. Надо сказать, что фиалка всю жизнь, так сказать, всю жизнь языка цветов и до того, как язык цветов образовался, означала скромность, но в начале 19 века она еще и стала означать талантливого человека, который живет в безвестности, который никому неизвестен. Ну, а мир всегда был связан с Афродитой и, естественно, означает любовь, но любовь чистую, духовную, то есть такое вот не просто какое-то такое плотское влечение, но и высокие чувства. А вот барская спесь не один Азнабишин, как я вам уже говорила, придумывал названия, так сказать, для русского языка цветов, придумывал значения, но и Вяземский тоже эти значения придумывал, причем он это делал всю свою жизнь, вот этим он очень отличался. Барская спесь, народное название Лихниса, во всех языках цветов Лихнис связан с чувствами, с любовью, и только в русском языке Вяземский обыгрывает вот эту самую барскую спесь, то есть надменность какие-то вот, так сказать, отрицательные. Коннотации этому самому Лихнису придает. Ну вот, госпоже, увядшие пустоцветы, дурман, божье дерево, он упоминает, что такое пустоцветы, что они значили в русском языке цветов. Это ощущение одиночества, непрекаянности, да и они еще и увядшие, то есть это может быть и грусть, и даже смерть. Вот такой вот комплекс неприятный. Дурман, датура, во французском языке цветов означал знание. Вяземский очень часто использует название, вот по крайней мере в этих двух случаях название цветка иронически. Датура, дурман, ну дурман это то, что противоположно знанию, то, что туманит мозги и не позволяет думать. Народное название полыни божье дерево во всех языках европейских цветов божье дерево, то есть полынь это нечто защищающее, полынь была всегда лекарственным растением и одно из значений допустим в немецком языке цветов я прогоню от тебя все недоброе. Ну а божье дерево Вяземский собирается дать ханжам, то есть людям, которые напоказ набожны, а на самом деле еще неизвестно, что они там делают потихонечку. Вот. Льстецы получают подсолнечник, временщик, пион, который еще и отцвел. Подсолнечник это не только цветок, который поворачивается за солнцем, то есть не только человек, который поворачивается за тем, к кому он подлизывается, но во французском языке цветов это еще и интрига. Понятно, что льстецы и подлизы придворные, они еще и интригуют. А пышный пион означает блеск. Соответственно, облетевший пион, блеск прошедший, то есть тот временщик, который, тот фаворит, который выпал из милости у своего государя. И, наконец, последний кусочек злых веставщиц и болтунов я колокольчиком встречаю. Действительно, колокольчики даже у Эжени Гойе означали болтовню, вот тех самых веставщиц и болтунов. Ну и в тени отзоров сокрывают для милы розу без шипов. Действительно, бывали розы, у которых, так сказать, которые выведены практически без шипов. без шипов. И это роза и так обозначала обычно любовь и красавицу. Но роза, надо сказать, самое многозначное, пожалуй, слово в языке цветов. Вот я подсчитывала, у меня получилось 63 значения. То есть это такое огромное количество значений, которое бывает только, ну, каких-нибудь там глаголов иметь, там, я не знаю, какие там еще у нас многозначные слова. Ну, то есть там быть, иметь, вот и роза такая же многозначная. А роза без шипов означает раннюю привязанность и чистую любовь и счастливый союз. И тут мы не можем не вспомнить Веру Федоровну Гагарину, так сказать, которая вышла замуж за Вяземского. Вышла она за него замуж совершенно удивительным образом, потому что так сложились обстоятельства. То есть Вяземского, можно сказать, принудили на ней жениться, но они прожили 67 лет и были очень вдвоем счастливы. Так что вот это та самая милая, которая вполне достойна розы без шипов. И она сама, собственно, вот эта вот роза и является. Вот, мои дорогие, что я хотела вам сегодня рассказать. Достаточно много получилось, но надеюсь, что вы от этого не расстраиваетесь. так, Мария Алина. Пожалуйста, как всегда, вопросы, что прояснить, что пожелать на будущее услышать. Все приходят в себя. Пока все приходят в себя, я вот тогда немножечко еще скажу о проекте. Дело в том, что мы бы хотели собрать, как я уже говорила, такие небольшие исследования. Может быть, по языку цветов у какого-то автора. Сейчас нам Даша Борисова расскажет, как она это маленькое исследование сделала. Может быть, по какому-то цветку у ряда поэтов. То есть, вот что-то в этом роде собрать и допечатать. То есть, вдруг кто-то заинтересуется и у кого-то будут вопросы, так сказать, кто бы хотел присоединиться к такому проекту и, так сказать, в процессе работы будут вопросы, что выбрать, как выбрать, как с этим работать. я, что называется, с радостью приму и в проект и дам какие-то консультации. Ну, теперь действительно кто-то... Спасибо, пожалуйста, вопросы. Да, если кто-то пришел в себя, буду рада. Влада что-то хочет спросить, я вижу. Да, 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 да. Влада, ты же любишь язык цветов? А? Ну, а будем друг другу посылать открытки? Ну-ка, пожалуйста, скажи, как, что тебя впечатлило больше всего из рассказа мировой? Очень интересная тема. Ну, это мы и так знаем. Ты скажешь, что именно, какие цветы тебе понравились? Что ты хочешь нам послать? А, Влада? Даша Якушо, скажи нам что-нибудь, что тебя впечатлило больше всего? Какой эпизод? Спасибо большое за выступление. Я, правда, немножко позже присоединилась к вам, но меня впечатлил весь, пожалуй, рассказ выступающего. Как мы будем практически пользоваться языком цветов или каких авторов мы возьмем для изучения? Даша Борисова уже сделала свой выбор. Вот жалко, Чучкалова сейчас нет. Она вроде тоже, она где-то там... Чучкалова сейчас на посту. Она кино... Ну да, там Сапашков ее организовал кино снимать, но она уже вот готовит. Даша Мигалина к нам пришла. Даша. Было все это время. Ну и, значит, я не видел. Как, каких мы можем авторов еще посмотреть, кроме Вяземского и Кантемира? Я не запомнила у меня один такой вопрос. Я так понимаю, что основной всплеск вообще интереса к языку цветов был в 19-м, там, в конце 18-го века. А сейчас, может быть, кто-то владеет этим языком, издают книги до сих пор или это осталось вот в той эпохе. И вот мне еще интересно, когда люди пользовались этим языком, получается, все заучивали эти значения цветов необычайно. Множество разных сочетаний цветов обозначают разные моменты. Были ли люди, которые просто им владели как английским или любым другим языком? Ну, дело в том, что надо сказать, что язык цветов как культурное явление додержался до Первой мировой войны. И вот остатки этого языка цветов можно, например, найти у Агаты Кристи. Сейчас не скажу, какой точно рассказ, но у нее есть такой сборник, где 13 человек, как бы Клуб 13, что-то в этом роде, где 13 человек рассказывают разные истории жизни. И вот одна из героинь, чуть ли не Мисс Марпл, кстати, рассказывает о том, как она раскрывала преступления, пользуясь, зная язык цветов, который, как она говорила, она знала с юности. То есть вот как бы вот эти войны, всякие социальные пертурбации, они, конечно, такую изящную конструкцию очень быстро как бы из общего употребления увели. Но все равно вот даже то, что в Эмодзи попала красная роза, кстати, в Эмодзи разные есть цветочки, просто не у всех цветочков есть объяснение, я просто не все нашла. вот это значит, что где-то как бы в памяти, в коллективной памяти вот это все сидит. И выходили в 70-х годах, вот я помню из своего детства книжку где-то 75-го года, немецкую переводную, где были совершенно дамы в платьях 60-х годов 20-го века и при этом были объяснения с какими цветами эти дамы куда могут пойти, какие цветы дамы могут кому подарить или джентльмены. Но 90-е годы 20-го века увидели вдруг интерес к цветам и где-то, мне кажется, конец 80-х, 89-й что ли был издан, была издана такая книга «Гирлянда Жюли». Это сборник, прокомментированный сборник 17-го века, сборник стихотворений о цветах, ну и вот этот сборник как бы вот стронул этот камушек с места, камушек покатился с горы. Беверли Ситон написала первую книгу в 96-м году, первую такую научную культурологическую книгу о языке цветов как о культурном явлении, ну а в начале 2000-х эта тема стала подниматься у нас. И вот Клара Ивановна Шарафадина защитила целую диссертацию о языке цветов и ее книга тоже есть и она и не только она так сказать не только одна книга совсем недавно еще у нее книга вышла по языку цветов. Ну то есть как бы есть питерская школа, где языком цветов много занимаются. Ну и я так понимаю, что и в Москве видимо кто-то занимается, наверное, кто-то кроме меня занимается. Я с большим удовольствием этим занимаюсь как таким отдыхом от другой научной работы. Прекрасно, спасибо. Ну теперь еще наверное Даша Борисова уже занимается из современных исследователей. будем надеяться, что Даша Борисова тоже как в виде отдыха будет этим заниматься. А что касается второго вашего вопроса, Даш, про то, как люди этим пользовались. Дело в том, что если посмотреть на вот эти вот руководства по языку цветов, они выстраиваются в такие вот традиции. Как бы вот книжки переиздавались постоянно. Ну то есть какие-то книжки не переиздавались, а какие-то переиздавались для массового читателя. И вот эти книжки, они становились такими словариками для всех. То есть можно было в эту книжку сунуться и чего хочешь из нее вынуть и быть уверенным, что твой визави имеет такую же книжку, потому что она везде продается, и он тебя поймет. Насколько это знали наизусть, ну вот этот самый свидетель Кошко, он же сказал, наши чувства расцветали магнолией. То есть это было естественно так вот сказать. Значит, действительно, какие-то слова вполне входили в обычный язык. Спасибо большое, очень интересно. Оля, пожалуйста, вопрос. Да, вот у меня тоже вопрос, просто мы говорили, ну не мы, здесь говорили о том, что можно, например, отослать открытку, можно отослать живой цветок или сухой цветок и так далее, но вот были ли, например, какие-то попытки написать стихотворение, используя только язык цветов или даже, может быть, какую-то книгу, как, например, было в 20 веке попытки, и не попытки, а уже реализованные задумки написать книгу, составленную из цитат, из других книг только из цитат, или, например, не знаю, текст в виде словаря и прочее. А было ли вот такое с языком цветов? Можно ли это? Значит, что касается цинтонов, так это было еще и, так сказать, и в античности это было, это не только 20 век, так сказать, это традиция просто, видимо, неубиваема даже войнами. Нет, вы знаете, целые книги из языка цветов, ну, видимо, все-таки было невозможно написать, потому что, чтобы, чтобы, допустим, букет расшифровать, надо иметь совершенно определенный уровень воображения, потому что один и тот же букет можно расшифровать, ну, как, ну, вот у каждого просто по-своему мысль идет, потому что, допустим, красные розы и пальмовые листья можно расшифровать, как любовь побеждает, там, я не знаю, все препятствия, потому что пальма – это победа, красные розы – это любовь, а можно как-то иначе, может быть, там, я не знаю, победа, победа приносит любовь, то есть, на самом деле, написать такую книгу сложно, потому что ее, на самом деле, адекватно прочтет только сам автор, а вот употреблять цветы для характеристики чьей-то или вводить цветы вот в текст, это очень, и тогда как бы у сцены, которую читает читатель, так сказать, у эпизода, который читает читатель, появляются более добавочные какие-то значения, эпизод становится глубже, это правда, вот я приведу вам такой пример, в книге Эмили Бронте «Грозовой перевал», помните, я думаю, что, может быть, вы ее и читали, есть такое место, когда старая нянька рассказывает рассказчику мистеру Локвуду об отношениях Кейт Линтон и ее мужа Эдварда Линтона, и она говорит, что не жимолость как бы победила чертополох, а чертополох был обвид жимолостью, и здесь чертополох это колючий характер барышни, колючий характер Кейт, это и упрямство чертополох значил, и какую-то даже некоторую грубость, а жимолость всегда символизировала нежность, любовь, любовные узы, то есть получается, что читатель понимал как бы смысл, как бы суть отношений мужа и жены, прочтя всего вот это одно предложение, а с другой стороны, забавно, что если вспомнить того же Евгения Онегина, который написал «Наше все», и как Татьяна бежала, кусты сирен переломала, то есть с одной стороны это совершенно естественная обстановка барской усадьбы, где эти сирени высаживались и прекрасно цвели, но я, например, думаю, что читатели и читательницы поэмы не могли не вспомнить значение сирени в языке цветов, когда они это читали, а если вспомнить, то вообще история становится гораздо более, еще более трагичной, чем она есть, потому что лиловая сирень это чувство первой любви, белая сирень это невинность, и вот получается, что Татьяна в своих переживаниях в отношениях с Онегином и обнаруживает, что ее первая любовь оказалась без ответа, и вот этот юный взгляд на мир чистый тоже исчез, она узнала, что такое несчастье, то есть можно и так углубить Пушкина, хотя вряд ли он специально пускал свою Татьяну в кусты сирен, их ломать, ну просто это была такая зарисовка, но я думаю, что читатели не могли избавиться от этих фоновых знаний, вот. Ну на то и семиотика, чтобы видеть вот такие вещи, конечно, в наших руках, да, про что я сразу и говорила, что много разных дисциплин помогает раскрыть это явление, семиотика в том числе. А можно маленький вопрос? Маленький вопрос, вот я хотела бы уточнить, вот сейчас, когда нет, начну с другого, что более ста лет назад Александр Николаевич Веселовский, мы все знаем, написал большую работу о психологическом параллелизме, о смысловом параллелизме. Вот хотелось бы узнать, все-таки прошло сто лет, и вот ваше исследование, оно подтверждает все какие-то догадки, интенции, там, помыслы, там, гипотезы, которые высказывал Александр Николаевич Веселовский, или же скорее больше опровергает какие-то его мысли. Ой, Таня, мне надо почитать, чего написал Веселовский, вот тогда я вам на этот вопрос отвечу, потому что я этой работы не знаю, но я с удовольствием ее узнаю, потому что, возможно, она и возникла, потому что в обществе, так сказать, потому что язык цветов тоже мог дать толчок такой мысли о каких-то аналогах. Но как раз язык цветов очень много у него есть расшифровок, расшифровок вот как раз в этой работе тоже цветов, которые, эту тему он берет и на материале фольклора, и на материале медиевистики, так что, если кто-то заинтересуется из ребят, то тоже вот эту статью можно посмотреть, почитать, она очень информативно. Вот именно. Так вот, если уж говорить о фольклоре и Веселовском, то опять же стоит вернуться к тому же Вяземскому, который создавал новые значения цветов, именно опираясь на русский фольклор. Вот удивительно, единственный пока на сегодняшний день поэт русский 19 века, который совершенно свободно мог вести аллюзию, допустим, на какую-то пословицу или на какой-то фразеологизм. Вот вполне возможно, что то есть эту статью если можно, вы мне пришлите название, мне это прямо очень и очень интересно. Спасибо. В конце еще будет у нас некоторый вопрос, у меня даже есть такой вопрос ко всем любопытный. А сейчас попросим Дашу Борисову. Да, Даш? Да. Хорошо. Дашенька, значит, там, по-моему, демонстрация экрана, если нужно, включена на несколько пользователей. А так команду, значит, если что нужно, мы внимательно слушаем. то. Пока мы видим серенький экран. Да, сейчас, одну секундочку. Все? Видно? Да, видно, северянин. Отвязем склок северянина, перелетаем. Серебряный век, куда же он без цветов? Да, конечно. Итак, мой рассказ сегодня будет о языке цветов серебряного века, а именно о цветах и едацветах Игоря Северянина. Значит, вот это любимый цветок Игоря Северянина сирень, это его символ, можно сказать, это мой рисунок. И вот эта сирень будет задавать своеобразный тон рассказу. Значит, как уже рассказала Мария Лафидьевна, русский язык цветов весьма сложен. То есть он наследовал и зарубежную традицию, и наследовал традицию отчасти народную, и культурную отечественную. В конце 19 века язык цветов, как изысканная любовная игра, как культурное явление, постепенно начинает терять популярность. Показательно жалоба издателя Быкова в предисловии книги язык цветов или язык любви. Забыта поэзия, забытые цветы, которыми усыпалась дорога к храму любви. Цветы говорят, а мы, люди, молчим в циничном раздумье. Выгодно ли нам полюбить? Вместе с тем язык цветов обретает второе рождение в искусстве серебряного века. Вот, пожалуйста, картины врубеля. Вот эта картина, это часть дриптиха цветы. Эта часть называется желтые розы. У врубеля было очень много изображений цветов в ее характерной манере. Вот это ион, синий куст. Я так понимаю, что здесь изображена сирень просто такими мазками. И в наши дни, когда, например, иллюстрируются сборники с поэзией серебряного века, очень часто прибегают к каким-то растительным орнаментам, к растительным каким-то мотивам, к картинам, на которых изображены цветы. И особое место язык цветов занимал в творчестве поэта Игоря Северянина, настоящее имя которого Лотарев Игорь Васильевич. Цветы были частью образа маски утонченного эстета, которую одевал на себя поэт. Известно, что ранее в свои стихотворения Северянин подписывал псевдонимом Мимоза. Конечно, такой псевдоним не характерен для поэтов мужчин, но он свидетельствует, скажем так, в этом тяготении их утонченности, изысканности, характерны для Северянина. Маска Дэнди, столь любимая богемой и высшим светом, давала королю поэтов возможность одновременно быть известным и вместе с тем тонко иронизировать над восхищенный публикой. В стихотворении «В блёвской тьме» поэт себя эту маску сорвал и сделал неприятное для читателя признание. Каждая строчка пощечина, голос мой сплошь издевательства, рифмы слагаются в кукише, кажет язык ассананс. Я презираю вас пламенно, тусклое ваше сиятельство и презираю рассчитываю на мировой резонанс. И, конечно, этот изысканный эпатажный образ подчеркивался использованием языка цветов. По свидетельству рождественского на выступлениях Игорь Северянин носил в петлице пышной орхидеи. Здесь как раз на фотографии он изображен с цветком в петлице. Бывали это орхидеи подражанием Оскару Альду или пародией, сказать сложно. Кроме того, Северянин часто читал свои стихи, как вспоминает Спаский, со взглядом, устремленном поверх слушателей с ленивым помахиванием лилии, раскачивающейся в такт словам. В газете «Вечерняя Москва» в 1932 году выйдет карикатура на некогда знаменитого поэта, вот эта карикатура, где Северянин будет изображен как раз со знаменитой лилией в руке. А сейчас немного цифр. Дотошные исследователи подсчитали, что Северянин упоминается в поэзии Северянина 89 раз. 58 упоминается роза, 37 лилия. Растительные наименования носили несколько сборников Северянина. Виктория Регия, сборник 1915 года, это кувшинка Виктория Амазонская. Вервена, сейчас больше известна под названием Вербена, это сборник 1920 года, Классические розы, сборник 1931. Кроме того, оформление многих книг Северянина, перед вами оригинальный сборник стихотворений, оформление включало, конечно же, цветочные мотивы, и возможно, очень часто это было не без требований автора, поскольку в идеале автор и художник оформитель взаимодействуют между собой. Северянин в ряде стихотворений использовал классическую общеизвестную цветочную символику, например, стихотворение Рандели. Нарцисс Сарона Соломон любил Балкис царицу юга. Нарцисс в зависимости от вида и цвета может иметь значение. Сжалься над моими страданиями, ты жесток и до невозможности, я смотрю в зависливыми очами на окружающих тебя, сжалься надо мной. То есть у читателей уже возникает определенное подозрение, что в любви царь был не так уж сейчас. И дальше. Нарцисс Сарона Соломон любил Балкис царицу юга, она цвела как анимон под лаской царственного друга. Анимон как раз символизирует силу любви и верности. Ничто не может нас разлучить с тобой. То есть переживания царя не связаны с тем, что царица ему не верна. В чем же дело? Но часто плакал от испуга, умом царицы ослеплен великолепный Соломон. Сверянин иронизирует и над восточным языком цветов, и над легендами, и над переживаниями древнего царя, который осознает превосходство своей мудрой супруги. Упоминая в своих произведениях тот или иной цветок, северянин все-таки обычно дополнял придаваемые растения символические значения. Он обогащал их новыми смысловыми оттенками. Мария Равельна уже упоминала, что язык цветов это не нечто статичное, он достаточно традиционен, но он способен развиваться. Например, яблоневые цветы и ветки в языке цветов означали укор или вопрос «Ужели ты меня никогда любить не будешь? Разве ты не сжалишься моей любовью?» В стихотворении «Весенняя яблоня» Игорь Северянин сравнивает изогнутое дерево с горбатой девушкой, которая ищет сочувствия и любви, но стыдится своего изъяна. Вот здесь как раз этот вопрос «Ужели ты никогда меня любить не будешь?» Как будто в зеркало, смотрясь в широкий плёс, она старается смахнуть росинки слёз и ужасается и стонет как орба, вняв отражение у зловещего горба. И, конечно же, на этот вопрос поэт даёт свой ответ. «Когда на озеро слетает сон стальной, брось яблони как с девушкой больной, и полной нежности и ласковой тоски плогоуханной целую лепестки. Тогда, доверчиво, не сдерживая слёз, она касается слегка моих волос, потом берёт меня в ветвистое кольцо, и я целую ей цветущее лицо». Здесь, конечно же, взят классический мотив, но символическое значение цветов яблони в поэзии «Северянина шея». Оно может включать прощание с любовью стихотворение на мотив Фофанова, расставание с жизнью стихотворение «Мои похороны» или волшебство и мечту стихотворение «Ноктюрь». Сирень любимому цветку Игоря Северянина в словарях соответствует несколько значений. Причём сирень встречается уже у Азнобишина, но под названием синель. И я когда рассматриваю Азнобишинский словарь, сравниваю его с словарем начала XX века под редакцией Быкова, я, конечно, была немало удивлена, что это за синель, потом оказалось, да, что это растение пришедшее тоже, как считается, из Турции, откуда многие мотивы языка цветов имело вот такое название. Значит, в отличие сиреньи соответствовало несколько значений. они были связаны с любовными. Я так богат твоей любовью. Можно было признаться вечной любви, я твой навеки. Можно было пригласить на свидание. Будем сегодня вечером в назначенном месте. Вот это вот будем сегодня вечером в назначенном месте, мне кажется, появилось уже позднее, и во многом было связано с тем, что в тенистых сиреневых садах действительно любили встречаться влюбленные. Можно также было с помощью цветка сирени задать волнующий вопрос, будет ли твоя любовь постоянно меня счастливить. И, конечно, эти значения в равной мере реализуются в поэзии сироянина. Вот стихотворение «Лепестки оживают» описывает свидание под сиреневыми кустами. Свидание это произошло когда-то давно, герои расстались, но лирический герой никак не может этот прекрасный вечер забыть. Мы расстались, мы с тобой не пара, как сказали добрые друзья. Но нельзя забыть признаний жара, и тебя забыть нельзя, нельзя, и нельзя забыть былого тени, эти раз любившие сердца, этот вздох, душистый вздох сирени, эти ласки, ласки без конца. До сих пор тревожа и волнуя, душу мне полят мои уста, эти только эти поцелуи под охраной нашего куста. то есть здесь в этом стихотворении можно увидеть практически все вышеперечисленные значения, то есть герой благодарен своей любимой, он описывает свидания, он продолжает героиню помнить и любить. О, когда вернулись чувства мая, чувства наши светлые назад, помнишь, Женя, помнишь, дорогая, если ты забыла, помнит сад. В другом произведении в стихотворении с крестом сирения, к сожалению, нет возможности цитировать все произведения, потому что очень долго получится. Ветка сирения это символ глубины чувства, символ решимости любящего человека, однако в политическом языке автора все-таки сирень обычно означает страсть, которая лишает разума. Это соединение душевного порыва и чувственного плотского влечения. Обычно в этом контексте сирень также становится символом молодости, символом расцвета сил, весеннего пробуждения, расцвета души. Известное стихотворение «Мороженое сиренье», между прочим, мороженое сиренью действительно бывает, это не фантастика, так же, как и ананасы в шампанском действительно были сочинены после вечера в кафе, когда один из поэтов шутки ради обмакнул кусочек ананаса шампанское. Сирень сводо страсти эмблема, говорит разносчик в стихотворении «Мороженое сиренью». То есть это не просто любовь, а такая страстная любовь, в которой плотского как минимум пополам сдуховно. В целом ряде стихотворений звучит мотив опьянения сиренью. Чары цветов силы их воздействия на человека вызывают у лирического героя. С одной стороны восторг, с другой стороны ужас, потому что аромат сирени терзает и лишает воли. Это из стихотворения поэза новых штрихов. Он жуток, и грудь пьянит несбыточной весной. Поэза о незабудках. Конечно, все эти значения прежде всего касаются сирени сиреневой, самой распространенной. Бледная сирень или сирень белая у северянина ассоциируется с чем-то призрачным, с болезненным. Это символ мистического Петербурга и его белых ночей. Порой северянин игнорировал общепринятую цветочную символику или обращался к иной традиции. Если мы откроем европейские или отечественные слова и цветов, то жасмин или ясмен будет означать вежливый отказ. Будь доволен и моей дружбой. Как подруга дорога мне, но не требует от меня любви. Как бы сейчас сказали, даря цветок жасмина, можно вежливо дать человеку понять, что он во френд-зоне. Он нелюбимый, никакой страсти нет, нет даже флирта, человек просто друг. А в поэзии Игоря Северянина наоборот жасмин это символ страстной любви, так же, как и в восточной традиции. Это символ весны, символ страсти. У Северянина есть цикл стихотворений, посвященных женскому монастырю, и там как раз описывается вот это противоречие между земным и небесным и запах жасмина, разливающийся по весне в монастыре, по-моему, это пюртицкий женский монастырь, воспринимается как искушение, как некий зов мира, который тревожит и волнует, а с которым юные, молодые, очень красивые монахини должны бороться. Растительная символика стихотворения Северянина выходит, как понятно, за рамки основных для Силама, для европейского языка цветов сфер любви и дружбы. Например, в стихотворении Рандо Генрику Виснопу запах ландыша уже обретает какое-то философское значение. Генрик Виснопу это эстонский поэт, которого по подстрочникам, как понятно, Северянин переводил. И поэзия сравнивается с запахом ландыша, который недоступен для обоняния насекомым. Если я не ошибаюсь, там были или клопы, или блохи, какие-то такие отвратительные насекомые упомянуты. И, конечно же, под ними подразумевались критики, которые поэзию Генрик Виснопу не понимают. Известный своей любовью к экзотике, поэт, конечно же, еще и расширял вот эту цветочную палитру, вводил в культурный контекст какие-то новые растения. В стихотворении Виктория Регия упоминалась такая гигантская кувшинка Виктория Амазонская. Ее листы, вот этот вот лист, он может достигать двух метров. То есть на ней на этих листах может, например, маленький ребенок сидеть спокойно. Вот эта гигантская кувшинка, которая цветет раз в году, потом облетает. Это символ ожидания встречи после долгой разруки. Это редкие встречи любящих сердец. Наша встреча Виктория Регия редко-редко в цвету. Причем некоторые экзотические, необычные цветы у Игоря Северянина восходят не к своему цветов, а к образам литераторов-предшественников. Вот стихотворение «Цветы и едацветы», то есть ядовитое растение. Оно написано таким белым стихом. Вот эти вот едацветы, конечно же, пришли в поэзию Северянина от Бодлера. Знаменитый сборник «Цветы зла». Там на самом деле название может переводиться двояко, может переводиться как «Цветы зла» и как «Цветы боли» или «Больные цветы». В свое время немало шуму наделавший сборник и недоступные для человеческой аршности ядовицы цветы противопоставлены обычным цветам, которые срывают и используют для любовных посланий в том числе. Известно, что Северянин как минимум с большим интересом относился к творчеству Бодлера, переводил французского поэта, посвящал ему стихи и даже сравнивал с Бодлером себя. Секстина «Я заклеймён как некогда Бодлер». И последнее стихотворение, о котором я хочу упомянуть, это стихотворение «Фиолетовый транс». Само название стихотворения, вот как раньше у Вяземского, для Северянина поводом для совместной игры. Но если Вяземский в основном играл с названием такими народными, что, конечно, тоже очень ценно, когда вот этот салонный, изысканный язык цветов вводится народные, такие крестьянские, грубоватые даже названия, вроде «Барская спесь». А у Северянина игра другая, тонкая, изысканная, но иногда даже привлеченно-манерная. И в стихотворении «Фиолетовый транс» фиалка превращается в символ в кубе. «Я выпил грез фиалок, фиалковый фиал». Объясняются, кстати, эти фантастические строчки очень просто. Имеется в виду фиалковый ликер, сорт спиртного с таким характерным цветом или ароматом. также для северянина были характерны какие-то неологизмы, производные от названий цветов «засиреница», «сирений» или даже «просирениной». И в целом для поэзии северянина характерно свободное обращение с растительной символикой, поскольку поэт был эгофутуристом. Это подразумевало определенное словотворчество, как понятно. В принципе, достаточно смелое обращение с литературной традицией. И рядом с стихотворениями традиционными вполне могли выстоять стихотворения экспериментальные. Это соответствует одному из творческих принципов эгофутуризма, поразглашенных поэтом. Поиски нового без отвергания старого. Взяв за основу классическую цветочную символику, Игорь Северянин художный ее переработал и сотворил оригинальный северянинский язык цветов. Спасибо за внимание. Вот на сладкое хочу вам показать вот эти карточки силам или язык цветов. я так понимаю не так давно сделаны эти карточки по мотивам игры флейт цветов, которая была распространена в салонах. Но последнее здание этой коробочки было 2016 года. Вот все очень красиво, ботаническая иллюстрация, все очень традиционно, цветок, надпись и толкование. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Дашенька, я бы назвал твой доклад очаровательным и такой вообще благодатный конечно почву, Игорь Северянин, мне все время хочется как-то глубже его понять. Пожалуйста, вопросы, комментарии очень так хорошо, вдохновенно и проникновенно Даша нам рассказала. Так, Полина Козлова, спасибо, очень интересный доклад. Полина без микрофона, поэтому нам шлет по чату. Хорошо, еще какие мысли чувствовал? Лада, что ты чувствовала? Вот когда Мария Равильевна рассказывала о том, что Татьяна Онегина, вот так вот у нее получилась жизнь, то я прям читал скорби на твоем лице. А вот что ты чувствовала, когда Даша нам рассказывала о том, как северяне разговаривала с миром. Влад, не уходи, ответь на вопрос. Нет? Ай-яй-яй. Ну, у кого вопросы-то к Даши? Ну, что ж. У меня к Даши комплимент. Даши, молодец, отлично. Отлично, это просто надо будет потом как-то расписать со сносками, с ссылками и, в общем, делать это дело в статье. Отлично просто. Да, вообще, я не знаю, какое там у тебя будущее с дипломом, но это, по-моему, это уже половина диплома тут, тем более выбор темы, вообще, как я всегда говорю, это половина дела. Вот. очень хорошо и надо держаться, наверное, за Марию Равильну, крепить связи с проектом, это просто шедевр. У меня тоже много мыслей родилось, во-первых, я же, помимо прочего, всю жизнь на Пришвине сижу, и вот надо было через, не знаю, 50 лет после того, как я его полюбил, вот сейчас ведь увидеть, что там же сплошные цветы. Он свою самую любимую вещь назвал Фацелия, и там все построено на этом. Книга завещания, которую он завещал Валерия Дмитриевна, это незабудки. Вот. И в связи с этим у меня вот возникали такие вот моменты, что вот сами цветы, у Приша, например, культ голубого цвета. То есть вот здесь вот ясно, сеяли незабудки на участке, была сирень тоже, близкая к синей, вот, то есть вот это вот определялось так. У кого-то может быть запах, у кого-то что-то еще. Я вспомнил по 18 веку, как раз Мария Равильевна начала с него у нас в России, у Тредяковского есть «Ода прекрасному цветку розе». Она небольшая, но в совершенно одическом исполненном стиле. И как бы читая Василию Тредяковску, ты должен понять, что роза – это цветок цветков, все остальные уже где-то еще. вот. То есть вот внутренний какой-то склад человека, поэта-прозаика, он может определять вот то, что говорила как раз Мария Равильевна по поводу Вяземского, то есть собственное творчество. Одно дело, мы ставили вопрос, и там Поля по-моему задавала, что давайте возьмем словарь и грамматику, существующую в рамках турецкой традиции, какой-то английской традиции, а другое дело, значит, когда уже идет собственный вклад в эту семьючку. Кстати, об этнических делах, помните, у нас было хорошее очень выступление нашей, япониста нашего, Алены Шевченко, вот, она мне обещала, что она будет участвовать, я ей даю рассылки, но в будущем можно подключить, потому что у японцев очень важно это, там именно язык, вот то, что Мария Равильевна направила сегодня, это не просто декор, так сказать, фон какой-то, там именно язык цветов, надо Алену, будет у Татьяны Владимировны, есть на нее выход, она ее слушается, вот, поэтому в будущем, да, подключить вот ее, чтобы она нам тоже минут на 40 сообщения там по Японии сделала, у нее хорошо получается. Я надеюсь, что все участники семинара прониклись, потом вот, если говорить, сейчас дам тебе слово Тредяковскому, ведь обратите внимание, там у нее диалоги есть, вот еще интересный момент, это диалог с цветком, у Платонова есть диалог мальчика с цветком, то есть разговор, цветок одушевленный, это еще одно дело. Поля, пожалуйста, что нам скажешь? Мне вот просто стало интересно, мы сначала послушали вообще о языке цветов, как, например, какой-то цветок понимается в мире, какие ассоциации вызывают, а потом послушали про язык цветов конкретно у поэта, а вот есть ли у него какие-то серьезные расхождения с общепринятыми значениями цветов, то есть может быть, ну вот, не знаю, роза у нас сейчас ассоциируется с любовью, а у него роза, например, играла противоположное значение. Вот были ли такие примеры замечены, просто интересно. Это у северянина ты имеешь в виду, да? Да, да, да. Ну тогда дальше слово. Вот просто были ли они замечены, я понимаю, что это не основная, ну как бы не тема доклада, просто вдруг. Еще раз, какой вопрос? Ну, были ли расхождения в символике цветов вот такой общепринятой и конкретно у поэта, в его творчестве? Может быть, какие-то новые? Да, конечно, были. Были. Я упоминала, что, ну, например, Жасмин в отечественных, в европейских языках, скажем так, целаях цветов. Обычно это вежливый отказ. То есть я не люблю, но не хочу тебя обижать, типа, будь доволен моей дружбой, как друг ты, как подруга ты мне дорога, но не жди от меня любви. А северянин ориентируется наоборот на восточную традицию. У него Жасмин это вот такая, такой вот цветок, символ любовной страсти. И, в принципе, я так понимаю, что все поэты не были, ну, они писали не в рамках вот этого вот языка цветов, а они брали из него то, что хотели, то, что нужно было им. Тоже еще к языку цветов, если брать, например, английскую традицию, тоже очень интересно, у Кэролла есть в Алисе, в Зазеркалье говорящие цветы, а здесь произошло наоборот. Для того, чтобы соблюсти общепринятые правила, писатель немножко предредактировал свое произведение. Значит, в чем дело? Там была, там был цветок, очень такой надменный, очень такой вспыльчивый, и изначально это был цветок стрестоцвета. Но когда Кэролл узнал, что стрестоцвет на самом деле символизирует не страстную натуру, не гордость, надменность, а символизирует страсти Христовы, то есть это религиозный символ, такой, скажем так, трагично величественный, Кэрол отказался от этого цветка и сделал тигровую лилию. Опять же, лилия в основном это что? Это символ чистоты, но не тигровая. Возможно, но не тигровая, не тигровая, потому что здесь это совсем другой цветок, то есть от одного цветка он отказался, но сделал свой символ в общем-то оригинальный. А можно добавить еще немножко такое тоже интересное наблюдение? Да? Можно? Да, конечно же. Знаете, в сказке, вдруг это тоже кому-то будет интересно, в сказке Ганса Христиана Андерсона «Снежная королева» мы же обычно этот текст знаем по пересказу, по переводам, и там достаточно много сокращений, а если брать текст в оригинале, то у Ганса Христиана Андерсона, когда Герда попадает к волшебнице, и там много цветов, помните вот этот эпизод? И вот в оригинале у Ганса Христиана Андерсона все цветы рассказывают ей свои легенды, и вообще это очень интересно, то есть когда каждый цветок рассказывает свою легенду, очень много ассоциаций возникает, то есть понимаешь, что Ганс Христиан Андерсона, конечно, был удивительный писатель. Тогда, если можно, и я добавлю немножечко, потому что дело в том, что когда изучают языки цветов, то, конечно, берут те языки, которые наиболее, так сказать, те человеческие языки, которые наиболее известны, немецкий, французский, английский, но свой язык цветов был у поляков. Польский у нас все-таки не самый частый язык. И, конечно, вот датская традиция, на которой вырос Андерсон, практически не изучена, потому что датский редкий язык. Но, безусловно, кстати, у Андерсона не только ведь вот этот эпизод в Снежной Королеве отражает его знание языка цветов. Кстати, в Снежной Королеве Каи и Герда ведь растят розы, насколько я помню, красные и белые, то есть тоже вот эта вот пламенная любовь друг к другу. Но у Андерсона есть еще чудная сказка, которая называется «Цветы маленькой иды», где девочка, девочке что-то вроде сна, насколько я сейчас помню, снится о Бале цветов. Вот это такая отсылка и к датскому языку цветов, и к французской традиции, которой он питался, не только к немецкой, но и к французской, к вот этому самому к этой книге «Одушевленные цветы». Там даже можно какие-то параллели найти. В общем, это действительно очень интересная тема, но тут нужно знать язык. Да, ну что ж, спасибо. Кто-то что-то скажет? Я еще вам такое задание хочу дать, когда вы пишете письма теперь, там Мария Леонидовна несколько раз останавливалась на эмоции. Вот мы же употребляем не просто так, а там есть некий набор цветов. У меня есть коллега наша преподавательница один раз написал ей что-то, попытался с этими значками. Очень удивленность. Человек-лингвист мне ответил, что я ничего не понимаю в этих значках. Мне как-то даже стало обидно. Но вот у нас пример реализовать эту возможность. И там наверное сколько в стандартном наборе где-то в WhatsApp или в этих ну наверное если не десяток, то штук семь-восемь цветков-то есть. и вот надо думать когда мы кому чего посылаем если думаем. Это интересно. Влада, ты заулыбался, ты нам что-нибудь скажешь сегодня? Ты мне пришлешь что-нибудь там, Влада? А? Ну хорошо. Ну что, тогда благодарим Марию Равильну, благодарим Дашу за прекрасные доклады и вообще это так сказать заложен камень в новое здание. Пожалуйста, Даш, что ты нам скажешь? Я еще хотела добавить, немножко рассказать историю этого доклада. Когда я узнала о чем пойдет речь, я на самом деле языком цветов я интересовалась как частью салонной культуры, но знаний у меня было не так много. И да, когда я узнала и Марию Равильну узнала, что очень много придется прочитать мне, что очень много придется переварить, я очень благодарна Марию Равильне за ее поддержку и за ее статьи, потому что очень многие знания, общее представление языки цветов я во многом составила по ее статьям. О, ну, Мария Равильна, то мы любим. Ты нам скажи, что за цветок у тебя в волосах. Ты же специально подготовилась сегодня. Роза? Красная роза. Красная роза. Комплимент девушке. красавица. Красавица. Красавица был прав. Ну, молодец какая. Специально цветок себе сделала к докладу. Это означает красавица. Ну, это приятно. В общем, это здорово, Маша. Обычно у нас люди приходят и уходят, а сейчас действительно заложен новый проект. Это прекрасно. Ну, если, дорогие, кто-то еще подашьным стопам пойдет, я буду очень рада, потому что поле не пахано. Возвращаясь к растительности, хозяйственной и природной образности, поле не пахано, лук не пахан, цветов полно. И, слава богу, сейчас есть возможность достаточно легко выбирать примеры, потому что есть национальный корпус русского языка, оттуда можно примеры тягать, есть какие-то базы, допустим, сборников поэтов. То есть русскую традицию очень хорошо на всем этом изучать. Огромное количество, конечно, выложено в интернете вот этих самых словарей, цветов. То есть вот чем хороша наша русская традиция? Мы все усвоили и каждый может в этих огромных пределах, каждый автор может брать, что хочет и сохранять значение, развивать значение. Но если значения развиваются, все равно по логике развития можно дойти до источника. Вот чем у нас наша как бы вот наш язык цветов очень интересен. так что если действительно как-то у нас все это дело завяжется, то и книжка сложится. Книжку складывать надо. Потому что вот в Перми у меня есть так сказать единомышленники. Ну и вот Даша, например. Маша, надо начинать все-таки с конференции. Мы любим в Лосевском проводить конференции, чтобы и молодежь, может быть и кто-то из мэтров выступили. Вот именно тема определяна однозначно. Тут название сегодняшнего доклада это все. И здесь мы готовы поддержку оказать. А дальше вот оно уже пойдет в сборнике монографии. Надо бы приглашать искусствоведов, потому что если посмотреть живопись, даже не только живопись, даже вот акварели Соколова, просто вот сесть и посмотрите эти акварели Соколова. Там очень много цветов в прическах, очень много цветов в одежде. То есть на самом деле это действительно может быть большая тема и действительно мультидисциплинарная. Так что давайте. Я, как всегда, на все согласна. Ну это прекрасно. Прекрасно. Ну хорошо. Благодарим Марию Авильевну, благодарим Дашу, благодарим тех, кто пришел даже сегодня после предзащиты. Вот тут Коля остался. Сейчас, конечно, на дела переключились, но вообще у нас сегодня было 17 человек. Это прекрасно. прошла хорошо школа молодых ученых, поэтому я всех благодарю. И будем поддерживать связь по почте. Завтра у нас Булгаков, напоминаю, молодежная конференция. вот. Вот. Все